Почему с ним не можете жить? Ну вот в чем? В чем у вас такая не схожесть характера, что вы не можете сохранить семью? С ним невозможно жить. Он вообразил себя Наполеоном. Здравствуйте, друзья! С вами Дмитрий Кузнецов от компании «Алям». Значит, что вы сейчас наблюдаете? Вы наблюдаете работу с взыскателями, которые звонят клиентам компании «Алям». У меня есть техническая возможность перехватывать эти звонки. Как вообще все происходит? Клиенту звонит взыскатель. Он сбрасывает звонок, банально сбрасывает, но перед этим настраивает переадресацию на колл-центр компании «Алям». Еще раз повторю. У меня есть техническая возможность занять, опять же, техническое место сотрудника колл-центра. Я разговариваю от имени клиента. Как это происходит, вы сейчас увидите. Ну и для особо одаренных, для тех, кто пишет кузнецу, «А, ты что? Ты черт набрал долгов и не отдаешь?» Да, да. Просто вы не удосуживаетесь, господа писаки, проверить, что на самом деле вы комментируете. И поэтому вот так выглядите по-идиотски. Спасибо тем, кто им пишет, что это переадресация, дядя, в себя приди. А он, руководитель компании, звонят его клиентам. Банковый ТВ, Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Слышу вас, Евгений. Говорите. Ранее вы к нам обращались по телефону. Вы можете передать руку самому клиенту нашего банка? Не понял еще раз. Кто к кому обращался по телефону? Ранее к нам обращался клиент по телефону, говоря, «Чирине». Мы сейчас ему передзвонили, но у него срабатывает автоответчик. У клиента срабатывает автоответчик, мы не можем до него дозвониться. Мы согласовали, что мы с ними свяжемся. А вы сотрудник чего? Какого учреждения? Банковый ТВ. А что вам нужно? Мы консультируем самого клиента. На третьем лице информации не можем предоставить. Ну, консультируйте, а что вы со мной пытаетесь, о чем-то договориться, я не пойму. В таком случае, с вами прощаюсь. До свидания. До свидания. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Черномырдина Юлия Анатольевна. Главный специалист отдела клиентского ужискания АОльфа банка. Татьяна Анатольевна, вам знакома? Да знакома и Черномырдина. И ты, кстати, такому количеству людей знакома, что мама не горюй. Я сомневаюсь. А что ты знаешь? Посмотри канал Алиамы в Ютьюбе, и себя ты там очень часто сможешь услышать. Ничего страшного. Зачем мне себя слушать? А я не говорю, что это страшно. Это прикольно. Я же не говорю, что это страшно для тебя должно быть. Так у меня это... Подождите. Подождите, пожалуйста. Я никуда не тороплюсь. Татьяна Анатольевна, вам кем приходится? Главный специалист повелась на такой поролон, как корюшка безмозглая, зацепилась сразу. Сразу легко вас на путь истинный пробовать ставить, но вы не становитесь. С тобой, с тобой. Ты что, пустое место, что ли? Мне кажется, вы сами с тобой разговариваете. Тебе много чего в этой жизни кажется. Я вам задаю вопрос, вы на него не отвечаете. Значит, вы сами с тобой разговариваете? Юлия, я с тобой. Я же к тебе, Черномырдина, обращаюсь. Или ты уже грешным делом сразу, походу, перестала быть Черномырдиной? Нет, не перестала. Ну, так что ты сомневаешься? Я подумываюсь от того, что вы это сказали, я перестала быть Черномырдиной Юлии Анатольевной. Да бог с тобой, оставайся, Юлия Анатольевна. Хорошо, спасибо. Все разрешили. Да не за что. Кушай, не обляпайся. Видите, у вас какая парадигма. Ты думаешь, если раз ты звонишь, то все должны тут с ног на голову встать и делать то, что ты хочешь, да? Я абсолютно так и не думала, да. А что ж ты тогда пытаешься мне... Я, говорит, с тобой разговариваю об одном, а ты на другую тему, значит, ты сам с собой разговариваешь. Это ты придумала. Я с тобой разговариваю, акцент на этом ставлю. Нет, ну как вы со мной... Главный специализм или... Специализация ты можешь? Ты определилась сама? Сколько раз тебя спрашивали на этом канале, что за специализация? Я вам проводил свидание. Хорошего дня. Опять у тебя не получилось, Черномырдина. Что такое? Хорошего дня. До свидания. Ты так зачем говоришь? Ты же так не думаешь. Ты же ненавидишь меня здесь и сейчас. Даже не знаю меня. Зачем ты говоришь то, что не сходится с твоими мыслями хорошего дня, а сама думает, чтоб ты обосрался? А я вот откровенно говорю тебе, чтоб ты усралась в трамвае сегодня. Да, это Черномырдина, она попадается регулярно нам. Здравствуйте. Здрасте. Я представлюсь, звонок поступает из компании. Само собой. МНКК академическая, меня зовут Колесников Борис Николаевич. Уйдется запись разговора. А вас зовут Артем Игоревич, все верно. Да, Борис Николаевич, а что случилось у вас в нашей компании? Ну, он меня узнал и убежал. Это сто процентов. Здравствуйте. 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 Здравствуйте еще раз. Юрий Александрович, МФК-даймер. На отдел взыскания, меня зовут Смоленцев, Кирилл Вадимович. Разговоры записываются. Верно. Юрий Александрович. Да-да-да-да, Вадимович. А, слушаю. Слушай, Юрий. Юрий Александрович, отрубку передайте, пожалуйста. Что надо сделать еще раз? Трубку Юрию Александровичу передайте. Какому еще Юрию Александровичу? Я тут один, Юрий Александрович. Я вас услышал. Всего доброго. До свидания. Что с вами происходит? Веб-займ, да, у них там на видео. У них, наверное, на компьютере идентификатор голоса, какие-то ключевые фразы, наверное, чек-листы, как распознать Кузнецова, да? Или по каким причинам лучше не продолжать диалог. Первая причина – человек не блеет. Человек уверенно отвечает. Человек не обескуражен после того, как ему представились. Но мы же можем и обескураженными выглядеть. Чего нам стоит? Мы и так пробовали много раз. Кстати, в комментариях пишут – попробуйте терпилой прикинуться. Ребята, попробуйте посмотреть побольше материала. Там очень много прецедентов, где я прикидывался терпилой. Да, алло. А, да. Здравствуйте. Звонок из компании АОМФК ЦФП, ВИБО Деньки, до судебной отделки Слёв Александр Сергеевич. Информирую вас о записи диалога. Андрей Игоревич? Он самый. Ага. Ответите на вопрос? Игорь, он самый? Ага. Так и ответил. Кто самый? Ага. Что значит ага? Ой, ёптво. Ты что там о себе возомнил? Говорю, я это? Говори давай, что быстро. Я не знаю, что вы о себе возомнили. Вы представьтесь для начала. Давайте мы побеседуем с вами. Я говорю, ты-то что возомнил о себе? Почему ты думаешь, что кто-то должен делать то, что ты просишь его делать? Точнее так требуешь. То есть не представитесь, дальше прятаться будете. Не самый разумный выбор, но он ваш, как знаете. Вот он я. Тебе кто нужен, я не пойму. Прятаться. Вот придумывают. Они так придумывают говорить, чтобы и самим, собственно говоря, как бы перед собой реабилитироваться. Ну, я так считаю. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мне звонят из компании «Велеста». Зовут мне Кулипа. Татьяна Александровна, Роснародского записывается. Ага. Сергей Геннадьевич, вы? Сергей Геннадьевич, это я, конечно. А вы откуда звоните? Из какой компании? Из компании «Велеста». Зовут мне Кулипа, Татьяна Александровна. Расслышали? Ага. Вы, Сергей Геннадьевич, правильно я вас услышала? Ну, да. Я же сказал, Татьяна Сергеевна. Значит, мы вам звоним по поводу ваших обязательств. Давайте сперим по дате рождения для подключения личности. Информация конференциальная. 11 декабря, год рождения, услышите, пожалуйста. А я не, 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 не. Я персональную информацию сейчас, вон, сколько этих ухари-мошенников. Не, я персональную информацию по телефону. До свидания. Сергей Геннадьевич, вы только усугубите свое положение. Информацию действительно... А что случилось с моим положением, простите? А почему еще... А я не третье лицо, не имею права по законодательству Российской Федерации. А я не третье лицо, а просто персональную информацию. Если я начну разглашать всем подряд персональную информацию, то тогда усугублю. По телефону вы даете. Сергей Геннадьевич, если у вас число и месяц совпадает, который я озвучила, 11... Да я что? Я извините, не, не, не. Я не разглашаю. Я не разглашаю. Вы полечитесь. Заболела поля, чись. Песня есть хорошая такая. Заболела поля... Дорова, Кострова. Дорова, Винька. А что вы делаете? А я, милая, заболела. Заболела поля, чись. Я не знаю. А что вы делаете? А мы, милая, выпили обедаем. А то же песня прикольная, старенькая. Алло. Добрый день. Добрый день, Иван. Меня зовут Захар Блинатольевна, компания WebAns. Добрый день. Я что-то вы так проговорили. Я услышал, что вас зовут Захар. Что-то... Захар. Не может Захар быть с женским... Захарова Елена Анатольевна. Связь прикольная. А что вам сразу так не сказать? Стесняйтесь. Имени своего Захарова. Вот так-то. Чего случилось? Рассказывайте. Александр Витальевич. О, что вы так раздражаетесь? Я это, конечно. Не я же вашу фамилию, имя, тараторию. Разговор, необходим произвести идентификацию. Кому необходимо? У меня нет такой необходимости. Не наблюдаю я ее. Я правильно понимаю, что вы не готовы к диалогу с компанией WebBanker? Да, пожалуйста, давайте разговаривать. А что такого-то? Необходимо назвать данные, фамилию, имя, отчество, данную и дату рождения. Так, получается, это вы не можете, да, без этого? Хорошо. Фиксируйте рассказ сообщения. До свидания. Всего доброго. Так и есть. Внимание! Сегодня будет решаться вопрос о передаче вашего кредитного дела для взыскания третьими листами. Для урегулирования вопросов в добровольном порядке срочно оплатите свой долг. Ну, конечно, какая-нибудь тетушка такая, знаете, типа, может испугаться. Или какая-нибудь там мамаша, обремененная муками контроля за своими малолетними детками, у которой на уме ничего нету, просто вот как бы что-нибудь, ну, такие, знаете, вот ходят такие непонятные, сами на себя непохожие, да. Вот, ну, здравомыслящий человек, умеющий размышлять, ну, как он может испугаться, точнее, ну, ладно, не испугаться, поднапрячься от того, что кто-то там будет принимать решение о передаче третьим лицам. А давайте сейчас приколимся, ребята, с головы возьмем там какую-нибудь норму или указ президента и скажем, что все запретили. Давайте попробуем. Попробуем сейчас им что-то, ну, я вот от балды скажу что-нибудь, но придумаю там номер закона или там указ президента. Как будет реагировать? Здравствуйте, Александр Витальевич. Ага, здрасте. Это микрозонгия капуста у МК Карлска финансов. Сергей Александрович, Ангольдер, с горозаписи. У вас в нашей компании просрочка 85 дней. Скажите, решите вопрос, когда с оплатой? О, а вас что, ваше руководство в курс дела не поставило, что ли? Не ответите, да, на вопрос? Нет, я просто, это действительно вас касается, вы про указ президента не слышали? Вас должны были ваши руководители в курс поставить, вы же сильно сейчас рискуете. На вопрос ответите, Александр Витальевич. С 10 июля деятельность служб взыскания в нашей стране под запретом, причем прямую ответственность несут операторы, которые совершают коммуникацию. Указ президента. Ответы не дадите, да, по поводу возврата денежных средств? Да, с вами вообще можно не разговаривать, так как и деятельность микрофинансовых организаций тоже согласна указу, собственно, теперь незаконно в нашей стране. Ну, понял вас. Как только сумма достигнет максимума, соответственно, все эти моменты, которые вы сейчас рассуждали, они будут ни к чему-то, как компания будет после этого получать В указе президента четко вы не читали, вы что, не читали этого, а сейчас только на судебных приставах, только суд и только судебные приставы. Все коммуникации, связанные с требованиями о взыскании просроченной задолженности у нас в стране запрещены. С десятого вступил в законную силу указ. Вы знаете, я буду это комментировать. Этого нет. А это не надо комментировать. Вы понимаете, какая это неправда? Да вы посмотрите новости. Смотрите, сумма у вас, когда станет фиксированной, действительно компания сделала. Вы понимаете, что вы сейчас можете себе создать проблемы. Там что, смотрите, я открываю, читаю, открываю. Подождите, останьтесь на связи, я читаю. До свидания, всего доброго. Послушайте, я вот интернет зашел. Читаю. Знаете, почему зацепило? Потому что Е-Капуста в последнее время вообще сразу сливаются. Они не дают даже минуты возможности поговорить. А здесь этого зацепило. Вот по паузам можно, которые он допускал. И, в общем-то, куда-то мы ему попали. В какую-то часть его дешевенькой душонки. Испугали. Алло. Владислав Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте, я вас приветствую. Вы кто такой? Алексей беспокоит. Главное управление МВД. Капитан полиции Беляева Алексей Петрович. Откажите вы дома на работе. Алексей Петрович, почему вы интересуетесь? Какая вам разница где? Что случилось? Я вас не расслышал. Какая вам разница где я? Владислав Евгеньевич, огромная разница. Я слышал, как вы разговариваете с третьими лицами, которые к нашему разговору не допускаются. Мне необходимо предоставить последствия конфиденциальную информацию. Что вы слышали? С кем я разговариваю? Я ничего не понял. Ну, это, ребят, это был этот, оттуда. Ну, мы понимаем откуда, да, не буду тут провоцировать хохлосрач. Я просто в очередной раз скажу всем, кто вот на это ведется. А раз звонят, значит, ведутся люди, ведутся еще. Никакой сотрудник полиции, капитан, капитан-лейтенант, майор, полковник, подполковник, даже генералиссимус не будет вам звонить и говорит, что какие-то там служебные проверки и так далее. В таких случаях зовут повесткой. Запомните, это раз и навсегда. А вообще, даже если и звонит, нет у нас ничего в законе обязывающего гражданина разговаривать по телефону с любым представителем власти. Ну, вот нет, только добрые отношения. Вам может позвонить участковый, поговорить с вами, если вы его знаете. Телефон, пожалуйста, разговаривайте. Это просто для ускорения процесса. Вам может, в конце концов, даже ваш следователь позвонить или судебный пристав, которого вы знаете. И вам могут позвонить с канцелярии суда. Кстати говоря, этих людей вы можете не знать. Но если от вас требуют какую-то информацию по телефону, знайте. Точнее, требуют информацию, и вы этого человека не знаете, и вам впервые он звонит, запомните. Раз и навсегда вас пытаются развести на деньги. О, меня слышно? Ту, конечно, слышно. Вы, Людмила Алексеевна, здравствуйте. Ну вот, кто вы такая? Прошу прощения, услышала мужской голос. Давайте я представлюсь. Меня зовут Шербакова Татьяна Анатольевна. Микрофинансовая компания «Лаймзайл». Идется запись разговоров. Скажите вам, какого... Прежде чем, после того, как вы вторглись личное пространство неизвестного вам человека, нужно сначала представляться, а потом задавать вопросы. Не задумывались? Я же представилась вам. Нет, вы не представились. Вот именно, вот именно. Вы не представились. Вы сразу начали напором каким-то там нагружать человека. Я сказал, меня зовут. Прошу прощения. Нет. Я сказал, меня зовут. Вы должны были сразу представиться. И это не по закону. Это не по регламенту. Это просто принято у нормальных людей. Звоните незнакомому человеку. У вас к нему есть какие-то вопросы. Здравствуйте. Меня зовут Ебанько Мария Ивановна. Или даже так. Разрешите представиться. Меня зовут Ебанько Мария Ивановна. И я звоню вам по такому вопросу. Есть ли у вас пару минут времени? Можете ли вы со мной поговорить? Если вас посылают по известному адресу, улыбайтесь, говорите, что я этого заслужила, и кладете трубку. Понимаете, да? Судьбинушка сотрудников службы взыскания. А знаете, почему я так с вами разговариваю? Да. Почему? Потому что я понял, что вы не знали. Вас еще ваше руководство не проинформировало. Не проинформировало. Вы читали указ президента, который вступил в законную силу 10 июля? О запрете деятельности на территории России микрофинансовых организаций и об ответственности физических лиц, осуществляющих обзвон, прозвон, одним словом, коммуникации с клиентами этих организаций. Там конкретно в указе написано, операторы несут финансовую ответственность за нарушение действующего регламента. Это уже в ранге закона. Вы понимаете, что сейчас всех призывают бывших клиентов микрофинансовых организаций формировать жалобы? Штрафовать будут организацию и вас одновременно, операторов. Выяснить, кто вы и как вы себя позиционируете в этой вашей жизни, жалко, 5 секунд. Организация, знаете, как это делается? Организация выставляется штраф либо 250 тысяч, либо 150. Если она не выдает информацию об операторе, ее штрафуют на 250. Если выдает информацию об операторе, меньше штраф, но в любом случае он есть. А дальше идут штрафные санкции на операторов. Минимум 27 тысяч. Вас просто не держат в курсе. Потому что они пытаются доработать. Потому что там четко, конкретно, в течение 30 дней прекратите. А вот они пытаются за счет вас хотя бы за 30 дней что-то вытащить. Вам об этом не сказали. Им потом плевать, что вас будут штрафовать. Кстати говоря, там четко в указе написано, что нет права на обжалование. Просто безусловная административная ответственность. А нет права на штраф? На обжалование этого штрафа. А, поняла. Безусловное административное взыскание. Так и написано. От 10, посмотрите интернет, 10 июля вышел указ. Да, я... Сейчас же уже... Знаете же об этом, да? Читали? А что вы ерундой занимаетесь? Зачем вам это? Я еще, честно, не читала. Я вот только сейчас записала. Первый раз от вас услышала. Ну вот, имейте в виду, коллегам передайте. Ломитесь оттуда. Извините за сленг. А чтобы вы еще больше поверили, это юрист, который занимается человеком. Нам, конечно, тоже не сладко от нас теперь все клиенты будут уходить. Потому что, ну что, зачем? С них взыскивать теперь только может судебный пристав. Ну только суд и все. То есть, те клиенты, которые организовались в вашей организации и во всех подобных организациях до этого указа, еще, собственно говоря, с них можно взыскать, но только строго через суд. Так что лучше уходите и передайте там коллегам вашим. Не, ну просто реально операторов. Раньше была ответственность на юрлице, а сейчас четко прописано. Оператор, осуществляющий коммуникацию. И четкий такой, знаете, своеобразный завуалированный шантаж. Как вы думаете, ваш лайм, займ согласится заплатить штраф 250 тысяч или 150? Да, конечно, 150 он лучше заплатит. А мы, как юрлицо и как организация, сопровождающая вот этого человека, кого вы ищете, с удовольствием поможем сформировать правильную жалобу и проследим, чтобы вы оштрафовали всех. А зачем нам это, как говорится, на самотек пускать? Вот так вы и заработаете свои жалкие 35 тысяч. Вот 27 тысяч штраф. Просто посмотрят, как давно вы работаете, сколько вы, скольким вы людям, от скольких человека жалоба, сколько вы в день звонков делаете. Представьте себе, каждый десятый пожалуется. А жалобы безусловные, в законе написано, никаких вообще рассмотрений, просто безусловно принимать на местах. И, кстати, возложен контроль на руководителей муниципальных образований. То есть губернаторы будут, мэры это контролировать, а там спрос жесткий с них будет. И они, естественно, будут тоже спрашивать с вас. Ладно, все, не задерживаю, давайте, собирайте свои там вещи пожиткие и быстрее оттуда. Спасибо большое вам, хорошего дня, всего доброго. Да, я вам желаю найти нормальную работу, которая полезна, а общество не такая вот позорная. Правильно сделали, согласитесь, депутаты. Вы же, наверное, в глубине души-то думали, что все-таки что-то не то вы делаете. На Ростовщиков еще и Таламзайм, известно, она в Швейцарии зарегистрирована. На иноагентов работаете, вы с ума сошли. Думать надо прежде, чем решения принимать какие-то. Я вам как юрист говорю, мониторящий эту ситуацию. Спасибо большое. Не за что. Спасибо, до свидания. Это вы сейчас кому, работодателю своему, сказали? Я надеюсь. Ха-ха, вот это, вот это вот стрельнуло, согласитесь, ребят, это сто процентов стрельнуло. Я еще, говорит, не читала. Да, она сейчас, у нее такая истерика. Проверка вызова. Проверка вызова. Скольким она людям за свою недолгую карьеру мозг завернула вот этими небылицами. А мы тоже, почему бы нам небылицы не формировать? Вот четко получилось, я думаю. Напишите, кстати, в комментариях. Прикольно же, да? Ну, есть такая сносочка, что если это пробовать постоянно, те, кто типа МБА финансы, всякие эвересты, до них не дойдут. Они просто бронебойные. Они любое возражение, которое не по их сценарию воспринимают как атаку. То есть, они будут до последнего упираться, но я уверен, что они все равно заметят некую опасность. Хотя, знаете, как вот идиот, да? Он же, по большому счету, мало чего боится. Потому что он идиот, он не осознает этой опасности. Я почти уверен, если с каким-нибудь эверестом поговорить, они так именно и среагируют. Типа, да, мы ухлёд, да, все такое. Но вот эта девочка, видимо, у нее что-то там есть инстинкты, какие-то самосохранения работают. У нее, конечно, подвели в тот момент, когда она пошла вот на эту работу. Да ладно. Может, она мазохист. У нее сексуальные предпочтения, чтобы я там какие-нибудь крючки втыкали в какие-то места или прищепки. Здравствуйте, МТС Банк. Здрасте, МТС Банк. Меня зовут Павловская Александра Игоревна. Ведется запись разговора. Алексей Николаевич, верно? Слушаю вас, да, верно. Александра Игоревна. Предлагаем снизить вашу кредитную нагрузку, уменьшить сумму ежемесячных платежей, рефинансировав ваш ни судьбой потребитель. Готовы рассмотреть предложение? А зачем мне? Я же все равно вам ничего не плачу. Почему ничего? Туда ниже тоже. У вас сейчас просроченная задолженность ежедневно начисляется. Ну да. Запуска себе начисляется. Выставить все сумму. Какая разница? Я же не плачу все равно. И какая разница, сколько не платить? Выставлять все сумму. В дальнейшем планирует также не платить сложности. Ага. А в какой причине? Да не хочу платить, да и все. Еще некуда деньги тратишь. Вы подписали договор на кредитный продукт. По договору вы не можете отказаться. Вот и в стороннем порядке. Могу. А вы можете спорить мои действия в суде. Я вас зову, зову туда. Вы что-то дуркуете? Вот это вот звонки вот эти вот. Зачем? Спрашивайте. А хотя я знаю, что вы лично ответ не знаете. Вы сидите, работу болванчика вот этого бездумного выполняете. А по логике вот простой, да, вот включите соображалку свою. Но что вот банк в суд не подает? Вот что? Сами же сказали, договор подписал человек. Все инструменты у банка есть. Чего вот это мозгоклюзство? Говорит откровенно, платить вот так не буду просто. Почему? Человек так себя ведет и не один. Я же не один так. У вас сколько таких встречается? Судя по голосу, вы уже грустные. У вас там, наверное, не так мягко с вами. У вас, наверное, и в хвост, и в гриву и на раз имеют. Но вы же задумайтесь, что происходит, почему? Потому что банк, скорее всего, даже в суд не подаст. Расчеты на таких каковы. Ну и что? Да какая разница? Все вы там отделы на, как говорится, на один вид. Какая разница, под какой вуалью вы мозги человека выклевываете? Деньги пытаетесь, чтобы он платил больше, меньше? Хоть что-то, да? Банк предлагает снизить процентную ставку при рефинансировании 20 миллионов. Да снижайте, что хотите, повышайте, снимайте, снижайте. Точнее, мне все равно платить вам ничего не собираюсь. Также дополнительные услуги для финансовой защиты оформлять мне нужно. Банк погасит автоматически рефинансируемые обязательства. Вы сможете выбрать удобный для вашего кредитования сумму ежемесячного. Но это же все равно подразумевает оплату какую-то, верно? Да. Это же я должен все равно из кошелька ежемесячно что-то отдавать. А я не хочу этого делать. В целом наше предложение вас заинтересовало? Ну конечно. Мне очень интересно, как вот вы сейчас будете себя дальше вести. Вот мне что заинтересовало. Я имею в виду по поводу рефинансирования. Ну да, но вы же по поводу рефинансирования звоните. Да, наше предложение рефинансирования вас заинтересовало? Мне заинтересовало, как вы дальше себя вести будете после того, что вы услышали. А у вас перед глазами скрипт, который нужно закончить. Иначе что-то там вам не заплатят. Или там какая-то у вас будет нереализованная ваша амбиция. Вот мне интересно, вот такие люди, как вы, как себя ведут. Что чувствуют, точнее, как ведут. Понятно, вы сейчас будете до последнего упираться, думая, что ничего не происходит. Точнее, сами себя пытаясь обмануть. Я-то все понимаю, у нас с вами вдвое ждут спектакль-то разыгрывать такой дешевый. То есть я вас правильно поняла. Рефинансирование вас не интересует, а в дальнейшем оплачивать за должность вы не будете. Капитан Очевидность. Так говорят про вас. Еще, если грубее, генерал Ясен Хуй. Ну да ладно, выбирайте, какую вам должность больше подходит. Какое звание. Вынуждены освободить линию. Освобождайте. Не, не держу. В анкете указан дополнительный номер телефона 912-511-619. Это актуальный номер телефона? Да, конечно. А также номер 912-512-512-619. Так, прикольно. Нет, ну понимает же, что я вот сижу, ты даже не представляешь, как я выгляжу. Я сижу вот, угораю просто, я сижу вот, ну, пиздец, просто ухахатываюсь над тобой. Ты сидишь, что ты вот исполняешь, а, мадам? Да, актуализирую. Что ты тебе, вот чувство собственного достоинства, вот эта вот формулировка на русском языке, вот оно для тебя имеет значение чувство собственного достоинства? Я не говорю, что ты там должна быть амбициозной какой-то, но элементарное уважение к самой себе. Ну, что это за парнухов в твоей жизни происходит? Да нахрена ты на себя эти обязанности взяла? Тебе что, кто-то заставлял? Там, где ты живешь, вообще никакой больше работы нет, что ли? Зачем ты это делаешь? Это же отстой полный. Отстой, ребята, это полный. Вы чего так себя ведете? Коломаса. Она коломаса. Те, кто в коллекторских конторах работают, и они коломаса. И любой другой банк, большой либо маленький, сети службы взыскания, все это коломаса. Представитель коломасы. П-К-М. Так что, друзья, вот так это существует, так это работает, поэтому, если вы хотите обратиться в компанию Аля, ну, пускай это для вас будет каким-то таким стартовым толчком. Ну, если вы недавно оказались на нашем канале, людей очень много прибавляется. Мы сейчас даже придумали такую фишку. Максим будет добавлять, отчитывать там раз в неделю, два раза в неделю будет добавлять. Вот за эту неделю добавилось на канал столько-то человек. Ну, вот так будем делать, чтобы вы видели, как вот прирастает количество потенциальных клиентов. Конечно, все они не становятся клиентами компании Аля, да мы, в общем-то, тут у нас поле такое, паши не перепашешь, да, постоянно идут заявки и так далее. Так вы тоже оставляете заявку, это ничего страшного. У нас штат увеличивается. То у нас в офисе был в Питере на Шпалерной 34А, а до этого был в более маленьком офисе, в меньшем офисе, так, более маленький, уже каламбур какой-то. Так вот, на Бухарестской, когда мы сидели, на Бухарестской 24, ну, понимают, что штат юристов, сотрудников много, кто в Шпалерную не приезжал еще, приезжайте, если вы в Питере находитесь, посмотрите. Так или иначе, и здесь в офисе мы даем консультации по предварительной записи, и если вы не в Питере находитесь постоянно, где-то, может быть, в разъездах, а может, и живете там, не знаю, на Сахалине, да, пожалуйста, без проблем, оставляйте заявку, вам перезвонят. Единственное, ребят, московское время учитывайте, с 10 до 18. Вот в этом промежутке вам будут перезванивать. Поэтому, убедите трубку, общайтесь, разговаривайте, задавайте свои вопросы. Ну, если примите решение, будем рады, введите у вас в статусе клиента компании, а-ля, ну, мало ли у кого какая ситуация в жизни, набрали кредитов, там, это не ваша вина, я об этом много раз говорил. Ладно, я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. До свидания. И уже завтра мы с вами опять увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова